Если вы ждали продолжения динамики после четвертого эпизода, то увы, в пятом эпизоде вы её не найдёте. Это серия передышка. Здесь не будет пламени драконов, не будет никаких смертей, сериал сразу понизил градус эмоций. Эймон корчит такое пафосное лицо, будто купил новый выпрямитель для волос. Дэмон держит свою мать в голове и в своей постели, а Куниколь полирует свой меч, и это не эфемизм. Кстати, интересный момент. В прошлом эпизоде Коль изрядно попачкал свой меч, сначала отрубив голову лорду Дарклину, а потом, когда побывал в битве у Грачиного приюта. Так что настало время чистки с помощью лимона и соли. Обычно лимонный сок используют, например, чтобы предотвратить появление трещин на рукояти или же для удаления остатков на самом лезвии. Лимоны, к слову, растут только в тёплом климате, поэтому вы не найдёте их на севере или даже в речных землях. И, как известно, Кристан родом из засушливых пустынь Дорна, где как раз-таки могут расти лимоны. Не все рыцари Вестероса знают этот трюк с лимоном, поэтому, может быть, Кристан сможет научить их хотя бы чему-то. Он же ожидает от других рыцарей Королевской Гвардии чистоты их плащей. Значит, то же самое относится и к их мечам. Итак, что мы узнаем из этого эпизода? Узнаем, что стало с драконом Эйгона после битвы у Грачиного приюта. Основываясь на новой информации от Джорджа Мартина, обсудим, кто может быть драконним всадником. Поговорим, был ли принят среди Таргаренов инцест между, например, отцом и дочкой, или мамой и сыном. Поговорим о том, зачем Фрейм разрушен и Харренхол. Узнаем, что такое Час Волка, о котором говорит Саймон Стронг. И, наконец, в качестве итога поговорим о том, почему Рейнира плохой политик. А пока, пожалуйста, набросайте этому видео лайков и комментов. Во-первых, это придаст мне стимула не сбавлять обороты и дальше делать информативные обзоры. А во-вторых, это поможет продвижению моего видео. Так что, очень надеюсь на вашу помощь. И да, снова напоминаю про мой телеграм-канал, где мы с подписчиками очень активно обсуждаем Дом Дракона, ну и Игру Престолов. Поэтому, поэтому подписывайтесь. Ссылочка в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Итак, эпизод начинается с Корлиса, который скорбит из-за смерти Рейниса. Они были самой сильной парой сериала и самыми честными персонажами. Вы, возможно, замечали, что Корлис тот, кто не делился своими чувствами ни с кем, кроме своей жены. А теперь ее нет. Вряд ли он когда-нибудь смирится с ее смертью. И даже величественный родовой замок Виларионов, высокий прилив, больше не приносит Корлису радость. Он называет его пустой гробницей. Тогда как ранее, по словам Бейлы, его залы были наполнены сокровищами для любимой Рейнис. Все богатства, по сути, которые приобрел Корлис, были предназначены только для Рейнис. И, возможно, находящийся на стадии разработки спин-офф «Морской змей», рассказывающий о девяти путешествиях молодого Корлиса, расскажет нам больше о том, как познакомились и как зарождалась любовь Корлиса и Рейнис. Интересно, что в книге у них намного большая разница в возрасте, чем в сериале. Ему 37, а ей 16. Но я бы даже сказал, что их брак похож на брак Найда Старка и Кейтлин, которые изначально были политическими партнерами, но потом в браке появилась настоящая любовь. Однако сейчас, нуждаясь в преданном союзнике Рейнира, а в книге Джейс предлагает Корлису титул десницы. Кажется, Корлис готов им стать. И если сериал будет следовать книге, то Корлис будет неплохим десницей, который будет помогать Рейнире захватить железный трон. Далее перед нами открывается печальнейшая картина, так как жители Королевской гавани окружены ароматным запахом разлагающихся крысоловов, и пока Колян полирует свой меч свеженьким лимоном, люди голодают, и во многом это из-за блокады Веларионов, которая отрезала торговлю со столицей. Невольно напрашивается вопрос, почему бы с помощью в Хагар не уничтожить вот эту блокаду Веларионов, особенно если учитывать, что Милеис и Рейнис больше не патрулируют небо над морем. Но здесь всплывают две проблемы. Во-первых, блокада не примыкает непосредственно к Королевской гавани, скорее она находится у глотки, точки входа в Черноводный залив. Посмотрите, глотка находится гораздо ближе к Драконьему камню, чем к Королевской гавани. А значит, если в Хагар, которая, наверное, еще не до конца отдохнула после битвы Грачиного приюта, нападет на блокаду, то, вероятно, она столкнется с несколькими драконами черных. Ну и во-вторых, зеленым же нужно охранять Королевскую гавань, а драконов у них не так уж и много. Хелейна на своем драконе «Пламенная мечта» вообще не летает, и, судя по всему, даже не планирует. Тесарион, связанный с младшим сыном Элисенты Дереном, и вовсе еще не появлялся на экране, и, скорее всего, во втором сезоне не появится. А дракон Эйгона весь изранен и лежит где-то у Грачиного приюта. Поэтому остается только в Хагар. И даже если она каким-то чудом сумеет победить всех драконов черных за один раз, она точно не сможет быть и в Королевской гавани, и уничтожать блокаду одновременно. В Хагар, возможно, придется остаться в Королевской гавани на некоторое время, чтобы не оставлять столицу беззащитной от воздушного нападения. Так что, скорее всего, жителям Королевской гавани придется продолжать голодать. Но к добру ли это? Люди боятся. Начинается голод. Король пал, и они шепчутся, что при Визерисе в стране был мир. И кто же знал, что совсем скоро у простых людей добавится больше проблем, потому что Кристен Коль снова доказывает, что он менее способный десниться короля, чем его предшественник Отто. Он ведет рыцарей по улицам Королевской гавани, таща с собой отрубленную голову дракона Милейс под гробовое молчание простых людей. В книге, когда голову Милейс проносят по улицам столицы, говорится, что людей устрашила голова Милейс, провезенная по городу на телеге, и они спешно стали покидать столицу. Но почему? Потому что то, что Коль очевидно считает доказательством силы и победы зеленых, имеет фактически противоположный эффект. На протяжении сотен лет драконы отличали таргаринов от других людей. Имея в наличии драконов, тарги считались непобедимыми. Ни один дракон, по сути, не погиб на войне со времени правления Мейгара Жестокого. И это известно только мейстерам, которые записывают и изучают историю. Но теперь же Коль показал людям, что драконы обычные и смертные. А это делает таргарина в глазах людей совершенно обычными людьми. Я думал, драконы подобны богам. Это просто мясо. А теперь мало того, что люди сомневаются в могуществе таргаринов, так они еще понимают, чем чревато убийством Милейс и Рейнис. Черные явно захотят отомстить. И кто же окажется на линии огня в таком случае? Помяните мое слово, это дурной знак. Возможно, Коль хотел повторить успех плана Отто, когда он организовал похоронную процессию Джей Херриса, чтобы люди могли увидеть боль и горе королевской семьи. Отто использовал трагедию и превратил ее в оружие, так как многие люди отвернулись от Рейниры, посчитав ее тираном, который готов убивать даже маленьких детей. И эта процессия не представляла зеленых слабыми. После ужасной первой ошибки повесить всех крысолобов на всеобщее обозрение, Коль совершает вторую ошибку, выставляя голову дракона на показ. Показывая тем самым, что у обеих сторон дома Таргаринов есть слабости. И если сегодня убить дракон черных, кто-то может утверждать, что завтра не умрет дракон зеленых. Далее наше внимание переключается на короля Эйгона, чье тело, прикрытое какими-то ссаными тряпками, тайно переносит в красный замок, чтобы маэстеры могли снять расплавленные куски доспехов с его обожженной кожи. В книге говорится, что ожоги Эйгона покрывали половину его тела, и что драконий огонь расплавил его доспех до самой кожи. И все это практически точно реализуется в этом эпизоде. Ответ на вопрос, как долго Эйгон будет восстанавливаться, сериал нам не дает, тогда как книга говорит о том, что Эйгон был прикован к постели почти год. Но это как бы не означает, что Эйгон все это время бездействовал. Может быть имеется в виду, что Эйгон все это время восстанавливался от травм. Ну а что же случилось с драконом Эйгона «Солнечный огонь»? В эпизоде мы два раза слышим о будущем дракона. Я оставил в замке небольшой гарнизон и дракона короля. Солнечный огонь угасал. Мелее сражалась с двумя драконами, и один из них пал. Я не знаю, как будет дальше действовать сериал, но в книге «Солнечный огонь» остается в лесу Грачиного приюта, исцеляясь от полученных ран до тех пор, пока снова не сможет летать. Да, Коль говорит, что когда он его оставил, солнечный огонь угасал. Но драконы это крепкие существа, и Коль далеко не эксперт в этой области. А что касается слов Рейниры, то вряд ли она знает судьбу дракона наверняка. Она только может предполагать, что солнечный огонь мертв. Возвращаясь к королевскому барбекю, нельзя не упомянуть Эймонда, который виноват в том, что произошел с его братом. И это не оставляет никаких сомнений, что Эймонд антагонист этого сезона. Что отчетливо видно, когда он наблюдает, как мейстеры срывают расплавленные доспехи с обожженной кожей его брата. Кровь, вид изуродованного лица Эйгона или хруст костей вызывает у Эймонда ровно ноль эмоций. Например, когда Эймонд убил Люцериса, то он выглядел потрясенным. Однако приготовить на гриле собственного брата, это для него как будто обычное дело. Алисэнта, глядя на валерийский кинжал Эйгона в руках ее второго сына, подозревает, что это он стоит за тем, что случилось с Эйгоном. Однако Кристен Коль отказывается рассказать Алисэнте правду о том, что он видел и подозревает. Наверное, Коль боится навлечь на себя гнев Эймонда. Однако вопрос, заданный Хелейной Эймонду, предполагает, что помимо Коля, она тоже может знать, что произошло на самом деле. Как обычно, слова Хелейны довольно косвенные, и может быть, она просто сложила 2 и 2. Вообще, кажется, что второй сезон намекает на то, что Хелейна считает корону ужасным бременем. Возможно, Хелейна указала убийцам на своего сына Джей Хереса, потому что не могла вынести мысль, что и мальчик сядет в будущем на трон, считая это ужасным будущим, которого она не пожелала бы невинному ребенку. Теперь же, когда Эймонду власти, вопрос Хелейны, стоило ли оно того, может относиться к тому, что теперь ему придется нести ответственность и бремя правления. Но опять же, это слова Хелейны, поэтому здесь не будет единого правильного ответа. Да, я уже упомянул, что Эймонд получил власть, он стал принцем-регентом, буквально вырвав регентство из рук Алисенты, что стало настоящим шоком для нее. Было грустно видеть, как даже верный Виброколь не поддержал Алисенту, потому что лучше дружить с безбашенным Эймондом, чем с Алисентой. И как позже Алисента метко подмечает, его преданность расцветает только по ночам, когда Кристон колет 50-сенту. Ларис мудро подмечает, что глупо ставить регентом женщину, если их партия как раз-таки выступает против женщины на троне. Так что теперь вдовствующая королева понимает, что когда вы основываете претензии на сексизме, могут быть очень неприятные последствия и для вас самих. Можно сказать, что Алисента Лузеровна сама вырвала себе могилу, и теперь ей предстоит в ней лежать. Союзники, которых она когда-то приобрела своими ногами и тем, что между ними, придали ее в пользу Эймонда, хотя она по сути единственный человек в Малом Совете с опытом лидерства. А что касается Эймонда, который быстренько принимается за дело, то это означает, что все происходит так, как он и задумал, за исключением того, что Эйгон все еще жив. Единственное отличие от книги здесь в том, что книжный Эймонд не является наследником Эйгона, потому что у Эйгона, помимо Джей Хириса, был еще один сын Мейлор, и он-то и был его наследником. Тем временем Рейнира страдает от потери Рейнис. До сих пор Рейнис показывал себя как ценный союзник за столом военного совета, часто заставляя замолчать вспыльчивых лордов и советников строгим взглядом или обычной простой фразой. Но со смертью Рейнис Рейнира теперь сама заботится о себе на Драконьем Камне. Никто из мужчин в Малом Совете не уважает ее мнение, несмотря на то, что она королева, и несмотря на то, что у них всех точно такой же боевой опыт, как и у нее, так как до этого был долгий период мира. Особенно выделяется на фоне остальных Альфред Брум, который постоянно бросает в Рейниру всякие колгости. Альфред Брум – это рыцарь из дома Брумов, который служил в гарнизоне Драконьего Камня в течение нескольких десятилетий, находясь там еще со времен короля Джей Хереса. По сути, Брум представляет старую гвардию Вестероса, в то время как суть правления Рейниры – это перемены. Она – женщина, борющаяся за свое право править в патриархальном обществе. И хотя Брум старается служить Рейнире во многих отношениях, для него трудно полностью поддерживать идею того, что она представляет. В конце эпизода Рейнира отправляет его в Харренхол выяснить, для кого Дэймон собирает армию, что Брум воспринял как оскорбление, будто его посадили на скамейку запасных. И это, скорее всего, только ухудшит его отношения с Рейнирой. И учитывая, что сейчас происходит с Дэймоном, то можно предположить, что Брум восстанет против Рейниры и объединится с Дэймоном. Ну а Дэймон тем временем продолжает выпендриваться перед Старым Костыляном, требуя именовать себя королем, ловить наркотрипы и время от времени участвовать в Харренхольских субботниках. На этот раз в своем глюке Дэймон Дровосекс занимается сексом со своей собственной матерью Алисой. Алиса Таргариан была пятым ребенком Джейхериса Таргариана и его жены Алисаны. Она вышла замуж за своего старшего брата Бейлона, того самого Бейлона, которого Ульф называет своим отцом. Ее родила трех сыновей. Визериса в 1977 году, Дэймона в 1981 году и в 1984 году она родила еще одного сына Эйгона, но и мать, и ребенок умерли. Так что Дэймону было около трех или четырех лет, когда его мать умерла, а значит любые воспоминания, которые могут быть у Дэймона, в лучшем случае будут туманными. Однако загвоздка в том, что женщина, которую Дэймон здесь видит, не похожа на каноническую Алису Таргариан. Как говорится в книге, Алиса не была типичной красавицей. В книге говорится и о разного цвета глазах, и о кривой улыбке, а также о перебитом в детстве носе. Возможно, Дэймон неправильно понимает внешность своей матери, потому что на него влияет зелье Алис Риверс. Или же, возможно, Дэймон не помнит внешность матери, потому что ему было всего-навсего три года, когда она умерла. В любом случае, из книг мы ничего не знаем о взгляде взрослого Дэймона на свою мать. Однако тут скорее интересен другой момент. Если это всё-таки мать Дэймона, а он занимается с ней сексом, возникает вопрос, а было ли такое принято у Таргариенов? Игра престолов показала нам, что могут быть отношения между тётей и племянником, а дом дракона, что отношения между дядей и племянницей. Однако нет подтверждённых примеров связи матери со своим сыном или отца со своей дочерью. Другими словами, эту линию Таргарины не пересекают, и хотя они с инцестом на короткой ноге, но даже Таргарины не одобрили бы ту мерзость, которую творил Крастер со своими дочерьми. Однако всё-таки в истории Таргаринов был такой король, которого звали Эйгон Недостойный, правивший спустя десятилетия после танца драконов. Из книги мы знаем, что этот парень был говёным человеком и полностью находился во власти своих страстей, похоти, чревоугодия и прочих вожделений. Он завёл множество любовниц, произвёл на свет кучу бастардов, и вот как раз-таки здесь начинается наша пошлая история. Женщина, которая сделала Эйгона мужчиной, была дворянкой по имени Фалена Стоквард. Несмотря на то, что она вышла замуж за Лукаса Лодстона и вскоре уехала из Королевской Гавани, книга говорит, что в течение двух лет Эйгон частенько наведывался к Фалене. Примерно десять лет спустя Фалена родила дочь по имени Джейн Лодстон. И хотя Джейн была признана законной дочерью Лукаса Лодстона и неясно продолжал ли Эйгон флиртовать с Фаленой, ходили слухи, что Джейн на самом деле была одной из многочисленных детей Эйгона Недостойного. Но хуже всего то, что Фалена в конечном итоге привела Джейн ко двору и та стала одной из любовниц Эйгона. Книга говорит, что ходили слухи, но бездоказательные, что мать и дочь одновременно делили с Эйгоном ложе. Так что вполне возможно, что Эйгон Недостойный спал со своей дочерью, но в остальном в каноне нет подобных прецедентов. Спишем все на глюки сценаристов и забористую травку Харренхола, если конечно Алис не находится просто в голове Дэймона, потому что заметьте, никто в Харренхоле никак не взаимодействует с ней, будто ее просто не существует. Дэймон единственный, кто разговаривает с ней и может я надумываю, но в этой сцене, когда Саймон приходит к Дэймону, Алис куда-то исчезает. Лично я не вижу ее на заднем плане. Однако вы возможно скажете, что Саймон здесь поворачивает голову и кажется смотрит прямо на Алис. Однако может быть Саймон просто пытается понять, с кем это тут Дэймон разговаривает, если в комнате никого вообще нет. Вообще в Эстеросе случаются всякие сверхъестественные вещи. Берег Дондарион и Джон Сноу восстают из мертвых, а книжная Кэтилен Старк после своей смерти становится леди Бессердечной. Или например в книге Буря Мечей Джейми Ланнистер спрашивает Квиборна верит ли он в привидения, и вот ответ бывшего мейстера. Однажды в цитадели я вошел в пустую комнату, где стоял пустой стул, однако я знал, что с него только что встала женщина. Сидение было примятое и еще теплое, а в комнате пахло ее духами. Если мы оставляем за собой свой запах, выходя из комнаты, то уж верно и от наших душ остается что-то, когда мы уходим из жизни. Скорее всего Квиборн знает кое-что о победе над смертью, в конце концов это именно он превратил Грегора Клигана в то, что по сути является своего рода зомби. Мы знаем, что он занимался всякими темными искусствами, которые цитадель не одобряет, и поэтому если какой-либо мейстер и должен был что-то знать о призраках, то это точно Квиборн. Однако я немного отвлекся, и если вернуться к сцене секса Дэмона с Алисой, то как по мне она имеет несколько объяснений. В сериале Алиса упоминается не впервые. В первом сезоне, когда Дэмон вернулся со ступени, Визерис говорит ему, что он всегда был любимцем их матери. Нет, 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 я не вернусь к этому спору. Ты всегда был маминым любимчиком. Это не великая тайна. Наша мать не слишком считалась с порядками, традициями, правилами. А я, к сожалению, не был великим воином. А теперь давайте послушаем, что Алиса сказала Дэймону в его видении. Ты всегда был сильнее. Был лучшим мечником. Бесстрашным драконием всадником. У твоего брата было сердце полное любви. Но не было твоего характера. Визерис не годился в короли. Но ты, Дэймон, был создан для трона. Что ж, всё перечисленное Алисой в отношении Дэймона является истинной правдой. Он лидер, опытный воин и драконий всадник. Я бы сказал, что вот это видение Дэймона, это проекция того, что ему говорил Визерис в отношении матери. Однако неясно, насколько близко сериал придерживается временной шкалы книги. В книге Дэймон был ещё младенцем, когда умерла Алиса. Поэтому слова Визериса из первого сезона имеют смысл только в том случае, если Алиса не умерла, когда Визериса и Дэймон были малышами, а имела возможность наблюдать за тем, как растут её сыновья и становятся воинами. Однако всё-таки Алиса умерла, когда Дэймону было 3 или 4 года. Значит, он не знал свою мать. И в этом эпизоде Алис Риверс говорит об этом. Какая жалость, что ты не знал свою мать. Поэтому здесь мы приходим к вопросу. Может быть слова Визериса в отношении брата были словами просто неуверенного в себе человека? Визерис чувствовал, что Дэймон превосходит его во многом, и это было настолько сильным чувством, что он даже считал, что их мать любила Дэймона намного больше за его превосходные качества и таланты. Но разве это могло быть так, если она умерла, когда Дэймон был маленьким ребёнком? В общем, это видение показывает нам сложные отношения Дэймона с Визерисом. Далее, после тревожного видения, более поздний сон прерывается с Саймоном Стронгом, который сообщает о приходе речных лордов. А когда Дэймон спрашивает, который сейчас час, Саймон отвечает, час волка. И это понятие имеет двойное значение в истории Дома Дракона. Для информации, час волка относится ко времени между тремя и пятью часами утра, когда, как говорят, происходит больше всего смертей и рождений. И это означает, что примерно в три часа Дэймону приходится отвечать за смерти и изнасилования в речных землях, которые были совершены Блэквудами по приказу Дэймона. Час волка, известный в Эстеросе как самая тёмная часть ночи, также ассоциируется с беспокойством, злом и усиленными кошмарами. Как раз это всё то, с чем сталкивается Дэймон в Харренхолле. Или же, например, это было время, когда король Мейгор Жестокий остался один и вскоре был найден мёртвым на Железном Троне. Но также вот это упоминание часа волка работает как тонкий намёк на историю Кригана Старка в Доме Дракона, когда он станет десницей короля, но только не скажу какого, потому что спойлеры. Час волка это по сути то, что завершит танец драконов, и главную роль в этом будет играть именно Криган Старк. Также в этом эпизоде становится ясно, что Дэймон начинает выходить из-под контроля. Он называет себя королём и прямо заявляет Алис, что когда он захватит королевскую гавань, Рейнира сможет править вместе с ним. Дэймон провёл несколько эпизодов в речных землях, якобы собирая армию для Рейниры, чтобы поддержать притязание своей жены на Железный Трон. В этом же эпизоде он предложил Блэквудам вести партизанскую войну, чтобы заставить Бракенов встать на сторону чёрных, тогда как в книге Вильям Блэквуд делает это по собственному желанию ещё перед битвой у горящей мельницы. Но в итоге всё это приводит к тому, что речные лорды, недовольные тем, что творят Блэквуды, обвиняют Дэймона во всех зверствах и объявляют о своём неповиновении Рейнире. Я бы сказал, что эта сцена несовместима с каноном книги, да и вообще неуместна. Неужели больше никто не боится Дэймона или его дракона Караксиса до такой степени, что может вот так просто врываться к нему в замок и сыпать на него обвинениями? В книге рассказывается совсем другая история, где речные земли, за исключением Дома Бракенов, отвечают на призыв Дэймона и прибывают в Харенхол, чтобы сражаться за Рейниру. Однако сериал, по-видимому, пишет совершенно новую историю для Дэймона, где он постоянно делает неверные шаги. Эта история, где он хочет сделать себя королём, но при этом открыто не отрекается от Рейниры, не соответствует характеру Дэймона. Если бы он действительно хотел корону, у него был бы миллион возможностей и до, и после того, как он женился на Рейнире. А тот факт, что супружеская ссора Рейнира и Дэймона стала общеизвестной как в Драконьем Камне, так и в Харенхоле, и открыто, и часто упоминается кем только угодно, делает из сериала, по сути, мыльную оперу. И, как по мне, это слишком затянутая сюжетная линия, которая лишена смысла и тратит слишком много экранного времени. А время — это роскошь, которой нет в этом сезоне, ведь осталось всего-навсего три эпизода. Очень трудно понять, как сериал вернёт историю Дэймона и Рейниры в нужное книжное русло. Однако, по-видимому, это должно как-то произойти, потому что Дэймон и Караксес играют ключевую роль в нападении на Королевскую Гавань, и им придётся покинуть Харенхол. Не хочу спойлерить, но сериал в этом смысле забегает сильно наперёд. Да, ссора книжных Дэймона и Рейниры будет, но гораздо позже. Поэтому я бы сказал, что спасением для истории Дэймона может стать то, что его разум находится под влиянием Алис Риверс. И если Дэймон сумеет прийти в чувство помириться с Рейнирой, пока не стало слишком поздно, то, возможно, у них появится шанс преодолеть эти разногласия и вместе захватить Королевскую Гавань. Эпизод заканчивается разговором Рейниры и Джейса, который наконец-то что-то делает. До этих пор Джейс по повелению матери отсиживался на Драконьем Камне, и поэтому был отстранён от большинства событий этого сезона. Но сейчас он решает, что просить прощения гораздо продуктивнее, чем просить разрешения. И Джейс добивается успеха в речных землях, заключая с Фреями сделку, которая позволит знаменосам Кригана Старка сократить путь в речные земли, пройдя через землю Фреев. Взамен Джейс пообещал Фреям Харренхол. Но вы спросите, а зачем Фреям трухлый и потрёпанный замок? Ответ здесь довольно банален. Всё потому, что Фреи хотят власть, богатство и уважение, которое власть и богатство принесут их дому. По сравнению с другими благородными домами, Фреи это молодая семья, и на протяжении всего правления они постоянно чувствовали, что заслуживают более высокого положения. Ну а что может быть лучше, чем контролировать одно, чуть ли не самое важное стратегическое место в речных землях? Контролировать два стратегических важных места в речных землях. Что было бы, если бы Фреи добавили Харренхол к близнецам, своему родовому замку? Это, несомненно, дало бы Фреям огромное влияние в регионе, даже несмотря на то, что дом Тали является верховным лордом речных земель. Остаётся только вопрос, сдержит ли Фреи своё слово, данное Джейсу. Не получится ли точно такая же ситуация, как с Робом Старком, который поверил Фреям и поплатился за это. Но дабы не спойлерить, ничего вам не скажу. В общем, на удивление, Рейнира не слишком злится на Джейса за то, что он действовал по собственному желанию. Возможно, у неё сейчас так мало союзников, что Рейнира не хочет рисковать разозлить тех, кто её поддерживает, в том числе и собственного сына. Однако теперь становится ясно, что эта война сведётся к силе драконов. И хотя у чёрных больше драконов, чем у зелёных, им не хватает наездников. Поэтому Джейс предлагает идею изучить генеалогическое древо, чтобы найти тех, у кого есть кровь Таргаринов, кто может заявить права на дракона и присоединиться к битве на стороне Рейниры. Но вопрос, кто же может оседлать дракона? Совсем недавно Джордж Мартин опубликовал длинный пост о драконах. В нём он рассказывает о том, с какой тщательностью он создавал своих драконов. Например, он намеренно спроектировал их с двумя ногами, а не с четырьмя. И дал им большие крылья, чтобы их полёт был реалистичным. Или же, может быть, у вас возникал вопрос, чем занимается, например, дракон Дэймона, пока его хозяин чилит в Харренхолле. Мартин пишет, что драконы могут перелетать через горы и покрывать сотни миль равнин, но обычно не делают этого, если только их не направляет наездник. Они не кочевники по природе. Например, во времена расцвета Валерии драконы оставались скучны на территории Фригольда и в краю долгого лета. В Эстеросе драконы тоже стараются не удаляться от драконьего камня. Невозможно было встретить дракона, охочущегося в речных землях, просторе или долине, парящего над северными снегами или горами Дорна. Да, мы знаем, что иногда драконы отваживаются забрести подальше, если это лучший способ найти еду, как это делает дрогон в окрестностях Мейрина. Но пока Дэймон как следует кормит Караксиса, дракон, вероятно, отдыхает в высоких башнях Харренхола. Ведь, как пишет Мартин, его драконы предпочитают селиться на горных вершинах, предпочтительно на вулканах. А у Харренхола самые высокие башни из всех замков на сотни километров в любом направлении. Кроме того, у Мартина есть несколько правил, определяющих, как работает связь между драконом и наездником. И это интересный момент, потому что близится великий сев. Вот что пишет Мартин. Они, то есть драконы, способны сформировать связь с человеком, но не с каждым человеком. Подробности и происхождение этого ритуала будут раскрыты в ветрах зимы, грезах о весне и отчасти в крови и пламени. Септон Барт в основном был прав. Как волков, медведей и львов, драконов можно научить чему-то, но их никогда нельзя полностью приручить. Они всегда представляют опасность, а есть среди них и более дикие и своенравные. Драконы отличаются друг от друга. Каждый из них самостоятельная личность, и часто эти личности сформированы под влиянием наездника благодаря связи с ним. Вообще существует множество теорий о драконах. Как и почти совсем фэнтезийным, в Эстеросе трудно делить правду от мифов, легенд, полуправды, недоразумений и откровенной лжи. Однако здесь, заметьте, Мартин дает нам полярную, так сказать, звезду, за которой нужно следовать, говоря, что Септон Барт должен быть для нас авторитетом. И вот здесь возникает вопрос, так что же Барт знал о драконах? Для начала, кем был Барт? Барт был сыном кузнеца, которого отдали в веру в семерых. Он был по всем отзывам исключительно мудрым, образованным и трудолюбивым, и король Джей Херис вскоре назначил его десницей короля. И эту должность он занимал более четырех десятилетий. Но, к сожалению для нас, большая часть его трудов была утеряна для истории. Но некоторые фрагменты цитируются в других текстах, и они дают представление о том, что Барт узнал о драконах во время своего долгого пребывания в Королевской Гавани. Одно мы знаем наверняка об исследовании драконов Бартом. Он считал, что древние валерийцы использовали магию крови, чтобы превратить виверн, летающих рептилий, похожих на драконов, но меньших по размеру и не способных дышать огнем, с континента Саториусу в драконов. И вот этот его интерес в отношении того, как же приручаются драконы, возник, когда принцесса Эйрея Таргарин, племянница короля Джей Хериса, вернулась из путешествия в неизвестные края. Эйрея, которая была всего 12 лет, оседлала Балериона и сбежала с драконьего камня. Ее не видели больше года, и ее местонахождение было полной загадкой для всех в Эстеросе. Но когда она вернулась обратно, то была смертельно больна. Ее одежда была в лохмотьях, под ее кожей что-то двигалось, и Сир Лукомор Стронг, который взял ее на руки и отнес к мейстеру, сказал, что почувствовал снидающий ее жар даже сквозь свой чешуйчатый панцирь. В книге «Пламя и кровь» Барт описывает состояние Эйреи, когда он и великий мейстер Беннифер отчаянно пытались ее вылечить. Барт пишет, что когда я положил ей руку на лоб, мне показалось, что меня облили кипящим маслом, и что в ней вздувалось и опадало нечто живое, искавшее выход. В конце концов, кожа Эйреи потемнела и начала трескаться, изо рта, носа и губ повалил дым. А когда сердце Эйреи остановилось, некие твари внутри нее вышли наружу. Черви с лицами, змеи с руками, писал Барт. Некоторые всего с мизинец, но одна была в руку длиной. И несколько дней спустя Барт предположил, что Балерион должно быть увез Эйрею в Старую Валирию. И вот здесь мы ближе всего подходим к центральному тезису о верованиях Барта касательно происхождения драконов. Он говорит, валерийцы не только укращали драконов, они владели магией крови и прочими темными искусствами. Они извлекали из земли тайны, которые лучше оставить в покое, и творили чудовищный химер из плоти людей и животных. За это боги и покарали их. Все знают, что Валерия проклята. И вот именно это событие, случившееся с Эйреей, побудило Барта исследовать драконов, и в итоге написать труд с названием Драконы, Змеи и Виверны, их неестественная история. Самый авторитетный взгляд Вестероса на историю и предание о драконах. К сожалению, текст этого труда не сохранился, потому что король Бевард Аргарион уничтожил его примерно через 7 десятилетий после смерти Барта. Цитадель также осудила труд Барта как вызывающий, но необоснованный. Однако Мартин говорит нам, что стоит доверять Барту. Но в истории есть намек на то, что Барт был прав. В сочинении Барта об Эйреи содержится наиболее явное предположение о теории, что кровь дракона, фраза, которую мы часто слышим в Игре Престола в Доме Дракона, это не просто метафора. Написанная им строка о создании чудовищных химер из плоти людей и животных, намекает на то, что в жилах Таргарионов течет настоящая кровь драконов. И если эта теория верна, то она могла бы объяснить несколько вещей о Таргарионах. Например, в Буре Мечей говорится, что безумие и величие это две стороны одной монеты. Каждый раз, когда рождается новый Таргарион, боги подбрасывают монету, и весь мир, затаив дыхание, следит, какой стороной она ляжет. И вот учитывая эту фразу, подумайте обо всех жестоких и неуравновешенных Таргаринах. Король Мейгор жестокий, король Эйрис, тот же безумный король, брат Дайнерис Визерис, Эймонд, сама Дайнерис, список очень-очень длинный. Однако, вот эту склонность к безумию часто объясняют привычкой Таргарионов практиковать инцест. Но что, если на самом деле это потому, что Таргарины на самом деле отчасти драконы? Это также может объяснить практику инцеста у Таргаринов. Как бы имеет смысл поддерживать кровь драконов сильной, женясь друг на друге, если эта кровь содержит ключ к езде на драконах. Кроме того, Таргарины часто страдают от мертворождений, когда ребенок описывается как почти драконоподобный. И самый известный случай это Рейго, сын Дайнерис в Игре Престолов. Когда Мири Маздур провела кровавый ритуал над умирающим Кхалом Дрого, у Дайнерис начинаются роды и вместе с тем лихорадка. Когда же она просыпается, то узнает, что ее сын родился мертвым. Мири описывает Рейго так. Или же, например, вспомните мертворождение, которое пережила Рейнира в доме дракона, когда узнала, что Алисента и Эйгон узурпировали ее корону. В книге «Пламя и кровь» ребенок, которого Рейнира называет Висэнни, описывается как мертворожденная девочка, скрюченная и уродливая, с дырой в груди там, где должно быть сердце, и коротким чешуйчатым хвостом. Или же вот еще один пример. Эленор Кастейн, одна из жен короля Мейгара Жестокого, которая родила мертворожденную мерзость, безглазую, как говорят, и с небольшими крыльями. Но, конечно, все эти приведенные мной примеры, конечно, могут иметь и другие объяснения. Например, мертвый ребенок Дайнерис мог быть результатом магии крови Мир Маздур. Описание ребенка Рейнира исходит из ненадежного источника, хотя и лояльного Рейнире. А одна из жен Мейгара Тиана, как утверждалось, была колдуней, которая отравила других его жен, включая и ту самую Эленор Кастейн. Но, тем не менее, сходство в описаниях очень глубокое. Слишком глубокое, чтобы быть просто совпадением. И, наконец, в мире льда и пламени дается еще один интересный намек. В валерийских сказаниях о происхождении самих валерийцев говорилось, что те произошли непосредственно от драконов и были родичами тех, кем стали повелевать. И вот эта мысль приводит нас к Джейсу. В этом эпизоде принц утверждает, что идея о том, что только Таргарины могут летать на драконах, это всего лишь пропаганда. Поэтому он и его мать хотят найти больше наездников на драконах, и они не думают, что кандидатам обязательно нужно иметь фамилию Таргариен, чтобы иметь право летать на одном из этих крылатых зверей. Но любой кандидат на драконе Седло, похоже, должен иметь часть этой хваленой крови дракона. Их могут быть десятки. Однако, как пишет Мартин, драконы способны сформировать связь с человеком, но не с каждым человеком. И вот здесь как бы и возникает вопрос, что же является определяющим в том, кто может приручить дракона. Это потому, что валерийцы буквально наполовину драконы? Или же это что-то совсем другое? Может быть, вся вот эта кровь дракона это иллюзия? Или, как говорит Джейс, пропаганда? Может ли совершенно иная черта определить, может ли человек стать драконим всадником? За ответами на все вот эти вопросы мы, конечно же, обратимся к Мартину, который написал в своем блоге, что то, как именно драконы связываются с людьми, в конечном итоге будет более подробно раскрыто в ветрах зимы и грезах о весне. А значит, окончательных ответов мы в ближайшее время не получим. Ну а теперь давайте подведем итог. В битве у Грачиного приюта победа досталась зеленым, и с этим никто не спорит. Но даже мнимое поражение черных больше похоже на взаимоуничтожающую ничью, учитывая серьезные травмы Эйгона и его драконы. Это и подмечается обаудевающий в каждом эпизоде от происходящего Гуэйн Хайтауэр. Странная победа, если это можно так назвать. Однако проблема для команды черных не только в том, что Рейнира уже потеряла двух драконов, или что в Хагар кажется непобедимой, или что зеленый в настоящее время контролирует железный трон. Ее проблема не только в недостатке людей вокруг нее, и не от неповиновения Деймона и колючести Альфреда Брума на заседаниях Совета. Скорее, главная проблема Рейниры в том, что она нулевой политик, и это касается ее взаимодействия с лордами и с простыми людьми. Рейнира, так сказать, аутсайдер в этой битве за корону. Эйгон восседает на железном троне, контролирует столицу и извлекает выгоду из всеобщей практики женоненавистничества. И если Рейнира хочет переломить эту тенденцию, ей придется сделать все возможное, чтобы привлечь союзников на свою сторону. Несмотря на то, что ее воспитывали как преемницу Визериса, Рейнира провела свою жизнь рядом с ним и заучивала именно лордов и замки от Штормового Предела до Близнецов, как она говорит в этом эпизоде. Но все же Рейнире всегда не хватало политической ловкости, необходимой для управления обширной сетью сторонников. Подумайте обо всех ее необдуманных социальных решениях в первом сезоне. Например, когда Свита Визериса отправляется в Королевский лес на охоту, Рейнира оскорбляет других благородных дам, вместо того, чтобы сидеть и просто сплетничать вместе с ними. А например, когда Корона устраивает для нее грандиозное турное в поисках мужа, Рейнира обрывает его, пренебрегая великими домами. Пока Элисанте и Ото строят интриги и заключают союзы в Королевской Гавани, Рейнира годами прохлаждается на драконьем камне, оторванной от политических дел королевства. Более того, она вообще не переживает о том, что его пьющий роман с Харвином Стронгом и рожденные бастарды от этой связи означает для ее репутации. Ведь одно дело, когда бастарда вплодит в эстеросский мужчина-король, и совсем другое, когда это делает женщина-королева. Рейнира должна прекрасно это понимать, потому что она годами жила в таком обществе. А тот факт, что Джейс является ее наследником, еще больше усложняет ситуацию. Бастард, который после смерти матери должен стать королем. Интересно, как на это отреагирует народ? И самое страшное, что уже повзрослевшая Рейнира все никак не может понять, что же от нее требуется, как от хорошего политика. Однако все вот эти сообщения, о которых говорит Рейнира, не сработали, и эти союзы увяли из-за просчетов, такие как, например, предположение, что лорд штормового предела встанет на сторону Рейниры, не получив ничего взамен, просто из-за клятвы, данной его отцом десятилетия назад. Или же давайте возьмем вот этот эпизод в качестве примера дипломатических недостатков Рейниры. Как мы помним, ранее Джейс слетал в долину, чтобы заключить сделку. Джейн Аррен поддержит Рейниру и предоставит ей 15 тысяч солдат в обмен на дракона для защиты. Рейнира согласилась с этим требованием и отправила в долину Тераксиса и Грозовое облако, двух маленьких драконов, связанных с двумя маленькими детьми Рейниры. Хотя по факту да, Рейнира выполнила условия сделки, но вот такая хитрожопость не является хорошим способом укрепить союзы с великими домами. Ты провоцируешь меня, дети, когда твой кровь и хлеб зависят от меня? Спрашивает Джейн Рейн, но она могла бы с таким же успехом задать этот вопрос непосредственно Рейнире. И сейчас неясно, придут ли обещанные войска долины на помощь Рейнире, но здесь мы счетливо видим недальновидность ее решений. Также Рейнира изо всех сил пытается управлять теми, кто находится в ее замке. Но разве это получится, если ты никому не сказав, можешь оставить драконий камень на длительное время, сначала для того, чтобы найти тело Люка, а затем, чтобы провести секретную встречу с Алисентой? И разве стоит удивляться тому, что вот такое отсутствие королевы вызывает беспокойство и недоверие среди членов ее военного совета, включая даже сына? И это мы еще не берем во внимание полное отсутствие слаженности между Рейнирой и Дэймоном. В этом эпизоде Дэймон наносит еще больше вреда черным, когда отвергнутый бракенами, несмотря на то, что он угрожал им караксисом, Принц просит Уильяма Блэкуда помочь ему, так сказать, убедить бракенов присягнуть черным. Он говорит... Далеко не все может твориться от имени Короны. Но, как показывает его недавний опыт с кровью и сыром и Джей Хирисом, Корону все равно будут считать виновной, даже если она лично не совершала эти жестокие поступки. Узрите деяние! Рейниры жестокой! Саймон Строн говорит Дэймону в предыдущем эпизоде, что многие речные лорды отказались помочь Рейнире именно из-за жестокой смерти Джей Хириса. А в этом эпизоде жестокости только прибавилось, потому что все варварские дела Блэкудов так разозлили других речных лордов, что они массово отправились в Харренхул, дабы осудить действия черных. Есть у вас дракон или нет? Мы не поднимем свои знамена за тирана. Конечно, Рейнира не одобрила бы жестокие действия Дэймона, но вместе с тем она даже не знает о его последних злодеяниях в речных землях. Однако все же Рейнира несет ответственность за своего главного бойца, потому что люди считают, что они работают в тандеме, что Дэймон исполняет напрямую приказы Рейниры. С другой же стороны, я бы сказал, что Рейнире повезло сыном, то есть Джейсом, который показал себя как хороший дипломат. Он заключил союзы с Ааронами, Старками и Фреями. Джейс умен, находчив и харизматичен, и он знает, как правильно вести себя с главами домов. Однако проблема в том, что Рейнира держит Джейса дома, изолирует его от всех, хотя может использовать таланты сына себе на пользу. Более того, как мы помним, Зелёные заклеймили Рейниру эпитетом «Жестокое». Но разве она что-то сделала, дабы изменить это мнение в глазах общественности? Например, если Ото превращает смерть маленького Джейхереса в пиар-ход, то Рейнира вообще никак не использует смерть своего сына Люка. Да, возможно, Рейнира посчитала использование смерти её сына в политических целях чем-то бездушным и неуважительным. Но почему бы Чёрным не попытаться хотя бы присвоить Эймонду прозвище «убийца родичей», который Зелёные прикрепили сейчас к Рейнире? Как я уже говорил ранее, убийство родственников в Эстеросе считается ужасным преступлением. Кроме того, Рейнира в значительной степени пренебрегает не только идеями лордов и леди, но и простого народа, и не приводит никаких утвердительных доводов в пользу того, что она заслуживает править ими. В принципе, такую же ошибку в своё время совершила Дайнерис, которая сначала освобождала рабов, обещая свободу всем, кто поддержит её правление, а потом, по мере того, как она приближалась к Эстеросу, её оправданием для короны было уже не благородное дело, а скорее личное убеждение, что она должна была занять Железный Трон из-за своего происхождения. И теперь Рейнира утверждает, что должна сидеть на троне, потому что это её наследство, потому что так сказал папа. Да, Рейнира может верить, что сон Эйгона Завоевателя пророчил ей Железный Трон, но простой-то народ этого не знает. И Рейнира, по сути, не делает ничего, чтобы как-то сообщить людям эту информацию. Вместо этого, она вообще не думает о простых людях и не поддерживает с ними никакой связи. Вспомните, как в первом сезоне молодая Рейнира насмехалась над простолюдинами. Их желание ничего не значит. А сейчас что? Прошли годы, а Рейнира всё так же не подаёт никаких признаков, что её мышление изменилось. Вы недооцениваете своих подданных? Да, она, в отличие от других, добрее комиссарий, голосу простого народа, который предупреждает не недооценивать своих подданных. И да, Рейнира старается избегать активной жестокости, поэтому зрителям явно легче поддерживать Рейниру, чем Зелёных. Однако, если отталкиваться только лишь от доброты Рейниры, то это довольно глупая затея, потому что даже в её мире большинство простых людей считает Рейниру жестокой. Вообще, я бы сказал, что второй сезон вывел простой народ на первый план. Хью Молот и его семья, которые явно недовольны последствиями войны. Миссария, который сейчас вынашивает секретный план, вовлекая служанок и Линду, и Диану, который мог бы вывести простых людей на передний план. Однако, вот неясно, сможет ли Рейнира воспользоваться этими моментами, потому что всё это время она была плохим политическим игроком. Как-то соперник Рейниры Эйгон сказал, что хочет проливать кровь, а не чернила. Но это близорукая точка зрения, призванная продемонстрировать его наивность и отсутствие королевской пригодности. Однако, проблема-то Рейниры в том, что да, она кое-как старается не проливать кровь, но при этом она терпит неудачу в тех моментах, которые, согласно книге, велись перьями и воронами, угрозами и обещаниями, указами и уговорами. Игра престолов, в частности Тайвин Ланнистер, научила нас, что лучшие военные умы побеждают и кровью, и чернилами. Но Рейнира пока что не освоила ни одну из частей этой важнейшей комбинации. В общем, это все мысли, которыми я хотел поделиться с вами в этом видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на этот канал, потому что здесь вы увидите ещё больше видео по Дому Дракона и Игре Престолов. Ну и также не забудьте про мой телеграм-канал, ссылочка на него находится в описании под этим видео и прикреплённом комментарии. Всем хорошего дня и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!